Здравствуйте! Это программа «Свободное время». Жизнь всегда происходит сейчас, так что устраивайтесь поудобнее в настоящем моменте. И вот, что мы покажем в сегодняшнем выпуске. Его сравнивали с Пушкиным, а масштаб легенды приравнивали к Гагарину. Почему песни Владимира Высоцкого стали народными, а отдельные строки – афоризмами, расскажут поклонники его творчества. Угрюмые гномы, улыбчивые эльфы и драконы Андрей Соломонов расскажет, как в стиле фэнтези можно передать традиции древнерусского народного искусства на современный лад. В рубрике «Мастерская» мы поговорим о фэнтези. Это направление расширяет границы изобразительного искусства. Художники, работающие в этом стиле, развивают темы выдуманных миров. В их рисунках сочетаются фольклор, мифы и фантазия. Десять лет назад это направление заинтересовало и Андрея Соломонова. Какие сюжеты наиболее интересны художнику-любителю, расскажем прямо сейчас. Рисую я с детства, как говорится, чуть ли не с пяти, с семи лет. Разные были работы, разные интересы. Именно вот это вот конкретное направление, то есть, к сожалению, поучиться мне не удалось нигде, как тут в художественную школу я не попал. Ну, поэтому пришлось самому как-то... Ну, вот это вот направление где-то вот после окончания школы. Воснецов, тот же самый, все знают, там, Богатыри, Иван Царепси, Волк. То есть вот эти работы, ну, как меня всегда вдохновляли из нашей классики. Вот. Ну, а так, конечно, фэнтези Восин колец, Толкин. То есть вот эти вот все книги тоже как-то увлекся в детстве. Ну, и как-то вот эти художественные вещи переросли. Как потянулся я к этому делу. Как раз вот когда после школы тут как раз вышел фильм Восин колец, вот это вот все, может быть, он стал толчком именно для этого. Был как бы поиск вот этого стиля именно, собственно, чтобы как-то выделиться. Но самое главное, понимаете, в фэнтези самое главное, это добавить реализма. То есть чтобы человек поверил в это. То есть, с одной стороны, это сказочный какой-то персонаж выдуманный, да, но он не должен смотреться. То есть все равно какая-то те же самые, если животные, они должны выглядеть как животные. То есть если это грифон, крылья должны быть похожи на крылья птицы. То есть у человека должно после просмотра этих картин возникнуть желание, ну, то есть понять, что это что-то настоящее. Техника достаточно такая непростая. То есть сейчас больше как компьютеры, на компьютерах рисуют. Я все-таки по старинке, краски, карандаши. Поэтому, ну, достаточно трудоемко. И самое главное, что нельзя нажать кнопочку отмены. Поэтому каждая ошибка, она либо видна, либо... Ну, я всегда стараюсь. Практически все мои работы, они вот сначала до конца сделаны. То есть практически ничего никогда не перерисовывал. Тут представлены просто работы двух периодов. То есть сначала вот как раз я увлекался вот этим так называемым европейским фэнтези. То есть то, что ближе к Толкину гномы, эльфы, драконы. Поэтому вот работы, которые здесь, вот большая часть из них, это именно по европейскому фэнтези сделаны. Вот. А потом как-то вот в последнее время и в художественных кругах, стал набирать популярность именно наша славянская фэнтези так называемая. То есть немножко все уже вот устали от вот этого, от гномов-эльфов. И многие художники уже поворачиваются к нашему фольклору. Русские сказки Белин, они тоже много пищи дают для размышления. И мы привыкли воспринимать это все, ну, в контексте именно детских сказок. Там, Баба-Эга, Коще Бессмертный, вот это все. И наш фольклор, он как-то такой простой на уровне, я не знаю, дошкольников. Вот. А сейчас как бы все обратили внимание именно на наш фольклор и стали потихонечку развивать именно персонажей, которые у нас тоже очень много интересных персонажей в нашем, в русском фэнтези так называемом. Вот. Ну, я со своей стороны тоже как бы небольшой вклад решил сделать. То есть те же самые, там, Емеля на печке, Царевна, Лебед. Просто под этот стиль, под свой переработать немножко. Все начинается с идеи. То есть сначала рождается какая-то идея, потом подбор материала. То есть если это животное какое-то, желательно сейчас найти какие-то фотографии, как оно. То есть реально льва-то его не так просто выдумать. То есть нужно найти, как он выглядит, какие-то позы. То есть проработка деталей именно в голове. Потом делается несколько набросков черновых. После этого перерабатывается уже все это в более-менее набросок чистовой. Вот. Где уже есть композиция, идея, там, какие-то детали проработаны. Потом все это непосредственно на чистый лист еще раз переводится. Вот. Сначала карандашом все это отрисовывается. Потом добавляется цвет акварельной краски. Ну и завершающий этап – это непосредственно проработка деталей там карандашами, ручками. Ну и, собственно говоря, как вы говорите, вот это обравление, рамка. Ну и желательно, конечно, надпись тоже сделать, чтобы было понятно. То есть та же самая вот наша работа, которая по русскому фэнтези, вот такими буквицами я рисую. То есть как можно прочитать то, что на европейских там написано «Гномиями, Рунами». Сейчас уже сам немножко вот забыл их. Все делается с первого раза. То есть нельзя… Я практически никогда не перерисовываю их, и нужно сразу поймать цвет, поймать вот это решение. Ну и опять же, как у меня были педагоги, я очень люблю детали. Вот. И они говорят, что как бы самое главное сложность – не утонуть в этих деталях. То есть чтобы было понятно, где что, чтобы рисунок смотрелся и издалека, как говорится, цельно не распадался. Вот. И чтобы, как говорится, человек мог подойти и рассмотреть. Потому что я люблю детали. Я люблю детали именно в вооружении, в костюме. Вот. И я как бы в душе график. Я пока бросать это не собираюсь. Вот. Пока есть время, силы, опять же, вдохновение. То есть когда, да, когда ты непрофессиональный художник, сложно найти время, сложно найти возможность. Иногда приходится себя заставлять. То есть просто вот вечером и спать хочется, и уже сил нет. Но нужно тут просто, понимаете, как самое главное – постараться, как все говорят художники, рисовать каждый день. То есть понемножку, как писатели говорят, нужно там по предложению писать, или по действию предложения, по странице. Ну просто если забросить на какой-то период, конечно, уже как-то забота, хлопота, все это накрывает. И подчас бывает не до этого. Но я стараюсь всегда как бы время находить. Владимир Высоцкий. Его песни стали народными, а отдельные строки – афоризмами. 25 июля для многих бардов и почитателей его творчества – значимый день. Не стало кумира многих поколений. Его наследие исчисляется десятками томов, стихов и прозы. А его театральные работы приравнивают к эталонным. Чем цепляет людей творчество Высоцкого – узнаете прямо сейчас. Если я их пишу, эти самые песни и тексты, то, значит, наверное, так же долго нужно рассказывать, сколько они будут звучать. Владимира Семеновича я знаю еще со школы, с пионерских лагерей. Уже приезжали там ребята строя отрядов, спели песни уже в то время Высоцкого. И мало еще кто тогда его знал, вот так вот, как, допустим, сейчас он популярен. Ну, в общем, можно сказать, вся жизнь связана с этим, с творчеством Владимира Семеновича. Все песни, которые он исполнял, они практически для каждого находят свое отражение. Его песни исполнять очень сложно, потому что там без души, как бы, вот, просто спеть – это одно. Но я, как правило, всегда стараюсь вкладывать душу и, как бы, вживаясь в этот, в образ. Моё знакомство с ним, ну, у нас был у меня еще в детстве, тогда еще катушечный магнитофон, когда не было ни дисков, ни флешек, ничего подобного, никаких цифровых технологий. Еще, когда у меня был живой отец, он приносил большое количество катушек. Я слушал эти записи, я тогда еще не мог понять, как так человек может петь с таким напором, с таким драйвом современное слово. Чуть позже я стал более осознанно относиться к его с текстом, песням, сам тоже исполняю. Хоть не любили мы тебя и не ласкали, а что любили, так это позади. Я ношу в душе твой светлый образ Валя, а Леша выколол твой образ на груди. И в тот день, когда прощались на вокзале, я тебя до гроба помнить обещал. Я сказал, что не забуду жизни Вали, а я тем более не Леха отвечал. Я не сразу поняла Высоцкого. Вот в студенческие годы, когда все кругом парни восхищались Высоцким, я его еще не понимала, его хриплого голоса. И я его только поняла и приняла, когда я послушала записи на пластинках. И особенно мне поражала его гражданская позиция. Он пел только правду, и его за это уважали. Когда ему задавали вопрос, что вы цените в мужчинах, прежде всего, он говорил, ум и доброту. А что в женщинах вы цените? Красоту и доброту. Но красота не обязательно даже внешне, он это подчеркивал. И вот его любовь, которая принесла ему много радости, а его предмет любви Марина Влади принесла, может быть, не только радость, но и много горя. И вот он очень проникался в психологии каждого человека и понимал. И вот он написал песню от имени Марины Влади о любви ее и его. Называется песня «Я несла свою беду». Я считаю его своим родным, как вы понимаете, своим человеком. И он для меня как олицетворение настоящего мужчины и человека, актер, поэт, музыкант. Для меня Высоцкий – это все, то есть часть моей жизни. Его именем названа одна из планет Солнечной системы. Им написано уже, кажется, доказано более 800 стихотворений. Его язык сравнивают с языком Александра Сергеевича Пушкина. Ну, то есть еще доказано, что такие люди, как Владимир Семенович Высоцкий, рождаются раз в сто лет. Ну, это как бы непревзойденная высота. Я считаю, что песни, стихи его работы в кино, в театре – ну, это, то есть… Ну, для меня это вот… Я даже не знаю, с чем это сравнить. Я вообще поражался еще, как это можно так написать, как можно так сыграть. Я знаю, что вот в Тамбове даже живут люди, какие были на его концертах. Я хотел бы прочитать стихотворение, посвященное Владимиру Семеновичу. Вот. Называется «Звезда по имени Владимир Высоцкий». Сколько связано с именем этим, сколько вложено смысла в него. Это имя Владимир Высоцкий будет радовать сердце мое. Жил он славно и честно на свете, и за правду себя не щадил, Отдавая взрослым и детям то тепло, что в душе он носил. В его голосе, пусть грубоватым, есть Россия надрывистый стон, Будто в русском едином величии, церкви вторят ему в перезвон. Этот звон облетел всю Россию, колыханием сердца пробудил, Даже в космос слетал и обратно его имя звезде подарил. Купола в России кроют чистым золотом, Чтобы чаще Господь замечал. Все хорошо лишь на своем месте и в свое время. И наша программа подошла к концу. Встретимся с вами на следующей неделе, в пятницу, На канале «Новый век» в свободное от работы время. Субтитры создавал DimaTorzok